Продолжим тему о единстве сознания, навеянную конференцией. И как я уже говорил раньше, что очень много проблем связано с тем, при обсуждении этого вопроса, что сильно гуляет терминология. Каждый говорит о своем. И при этом, вроде бы, обсуждается единство сознания, но кто говорит о единстве я, кто о единстве субъекта, хотя и даже под единством сознания можно понимать очень разное, и все-таки что же в конечном итоге обсуждается, так и не ясно. Я хотел, значит, по ходу конференции и по изучению материалов сформулировал три разных, насколько я увидел, наверное, возможно, больше, подхода к трактовке, что же такое единство сознания. Ну, прежде всего, можно понимать единство я. То есть, что бы человек ни говорил, что это не я, это не я сделал, да, или это было, я был не в себе, когда я это делал, или я вот проснулся, да, и, ну, это не я был, нет, но все-таки это было мне. То есть, я как-то ощущаю, что, что бы ни происходило, есть нечто вот единое, всегда упоминаемое и понятное и мне, и остальным, о ком идет речь. Я их не два, ну, в случае с же френией, может быть, два, а в нормальном состоянии, то есть, это то единство я, и самое, что интересно, оно единство не только вот здесь, сейчас, но и во времени, вспоминая себя, насколько памяти хватит маленьким, да, я понимаю, что это тот же я. Хотя я могу перепутать, забыть и приписывать себе совершенно другие воспоминания, что было не со мной, что я вычитал из книжки или посмотрел в фильме, или вообще мне что-то под гипнозом внушили, но я все равно буду понимать, что было что-то, к чему это приписано, вот к тому я, да, и это я есть я. Я изменился, но вот это я и в будущем, я умру, умру именно я. Вот единство я, другая проблема, и это можно обсуждать, действительно, вот, и особенно обсуждать и в разрезе шизофрении, вот, в разделении этого я. Другая проблема, которая может быть обсуждена под вывеской единства сознания, это целостность сознания, это вот целостность картинки, которую мы сейчас видим. То есть понятно, что у нас есть незрячее черное пятно, которое мы замазываем, наше сознание замазано. У нас нет никаких разрывов. Что бы ни происходило, как бы ни менялся физический мир, в кавычке так, в кавычке, то есть наша картинка сознания всегда целостна. И всегда, вот, в данный момент целостна, и строго состыкованно с предыдущей, и мы планируем свое будущее действие, подразумевая, что у нас останется такой же целостный, и всегда такой, какой есть. То есть вот наша данность, фенологическая данность, текущая данность, она целостна. Почему она целостна? Почему мы, скажем, из каких-то разрозненных, может, даже данных поступающих информационных с мира, выстраиваем целую картинку, дорисовываем ее? Это у Лукьяненко был хороший фантастический роман, «Зеркала», как это назывался. И там было про виртуальную реальность, и человек, когда отключился от этой виртуальной реальности, он посмотрел на ту картинку, которую действительно компьютер строил, она была разорвана, углы всякие, и пятно цветовое, что-то, вот была совершенно вот такая вот дикая-дикая картина, потому что компьютер не достраивал все. Но когда подключались к системе виртуальной реальности, сознание все это сглаживало и превращало в гладкую, красивую картинку, все дворцы, все дома, все-все течет, все, мы всегда достраиваем. Ну и не говоря о том, что даже о визуальной картинке, если эта картинка какая-то мировоззренческая, по каким-то минимальным данным, политическим или каким-то, мы все равно достраиваем. Мы о человеке знаем буквально несколько фактов, но общаемся с ним как полной картиной психологического человека, мы не общаемся с какими-то фрагментами, мы всегда достраиваем. Вот это вторая проблема, единство сознания, это единство картинки, которое выстраивается. И третье, это проблема единства личности. То есть личность одна у нас или много личностей. Как они соотносятся с друг с другом? Тут, кстати, всплывают термологические проблемы. На мой взгляд, огромное количество термологических проблем, которые возникают, и понятийных проблем, и в докладах это было. Когда люди легко перескакивают с понятия субъект на «я» и на личность. А это три разных понятия, три разных слова. Но когда говорят, то есть личность – это набор социальных, психологических факторов некий, и личности может… То есть она едина? Да нет, вроде как бы мы можем вполне себе даже помыслить. И я для себя, даже когда еще и не занимался философией, скажем, в институте, думал, что если со мной пообщаться в одной среде, ну, скажем, в театральной студии, и там где-то, ну, скажем, в институте или еще… И если люди, общаясь со мной, потом состыкуются, начнут обсуждать, а у нас вот такой-то человек, у нас такой человек. Они не придут никогда, если не звать имени, фамилии, никогда не придут к мнению, что это один и тот же человек, а они говорят. Две разных личности. И это не то, что это как бы приспособление, там, хамелеонство, все, просто разные ситуации, человек все это по-разному. И была тоже часто, вот, отмечала, что разные личности у человека есть, но это… А, я одно. Я-то все равно… Я не указатель, человек. Что? Вы говорите слово «я», я не имею никакого смысла, кроме как указатель. Да, 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 так оно одно, это указатель один. Указатель один, да. Но это тоже проблема, почему не несколько? Да. Это тоже проблема, но это разные проблемы. Личности может быть много, личность может быть одна. Вот, и взаимоотношения между личностями, вот, то есть, как она прерывистая, может ли она, насколько быстро меняться или нет. Вот. И с понятием «я» и «субъекта» тоже. То есть, я бы, например, различал. Субъект и «я», хотя тоже часто проводят тождество. То есть, субъект – это тому, кому дано сознание. То есть, это вот то, к чему привязано. То есть, мы не можем сказать, что просто вот это дерево, нет. Дерево, кому оно? Кто его видит? Это, значит, кто помыслил эту мысль? Кто у меня ответит? То есть, всегда есть некий субъект. Кто воспринимает, кому привязан объект? Вот субъект, да. «Я» – это всегда указание на тело. Не на все субъекты. То есть, субъект указывает на все объекты, неразличенные. Но если мы указываем тело, что такое тело? Тело – это объекты, которые помещены в центр системы координат субъекта. Вот то, что двигается субъектом всегда – это будет тело. Тело физически. А субъект один у вас все равно, да? Субъект вообще не существует, получается. Но он один, конечно. Вопрос, а когда говорится о субъекте действия, то есть, у нас два смысла у субъекта есть. Есть смысл субъекта, скажем, философско-онтологический, когда мы обсуждаем субъект-объект. То есть, если мне даны объекты, то даны одному. Немногим. Если мы говорим о субъекте психологическом, о деятельном субъекте, то есть, ну, это тоже немская философия, но философия не чистая антология, скажем. То там, да, может быть, субъект одного, здесь и второй. Но здесь перекликается, скорее всего, субъект как личность. Вот. И поэтому вот три таких, я вычленю. Единство «Я», единство «Сознание» как картинки и единство «Личности», которое, может быть, и не единство. Единство «Переживание»? Это, в данном случае, единство «Переживание» — это единство «Сознание» как картинки. Просто «Картинки» — это частность. Нет, да, частный. Полный набор субъектов. Я сейчас в данный конкретный момент различаю огромное количество объектов. Среди них есть визуальные, есть ментальные, то есть мысли, которые я сейчас различаю, и есть психофизические, то есть какие-то ощущения свои. То есть это все вот сознание, мое сознание, которое мне дано. И если что-то вне меня, это просто объект, если это привязано и перемещается со мной, сопровождает меня это тела. Физическое тело, психологическое тело, ментальное тело, можно говорить о этическом теле, это вот те тела, которые меня сопровождают. И когда я говорю «я», я указываю на одно из этих тел. Когда я просто говорю о субъекте, я не различаю, говорю ли я просто в объектах данных мне, или говорю о объектах, которые привязаны к телу. Здесь еще есть интересный момент, что можно ли говорить о единстве сознания во времени. Вот если говорить о второй проблеме сознания, то есть о единстве именно сознания, как множество объектов данных субъекту, то, наверное, нельзя. Потому что никогда нельзя проверить, вот было ли сознание вчера или позавчера, та же картинка такой же или нет, я ее залатаю так, что она будет похожа и подогнана под мою теперешнюю. То есть мы перестраиваем и свое прошлое, даже если мы его потеряли и заменили на другое, но оно будет просто гладко-гладко встроено в наше текущее сознание. Это были такие случаи, когда у людей с амнезией, кратковременной потери фрагментов, они эти самые фрагменты домысливали, дофантазировали сами для того, чтобы их картина жизни была гладкой. В данном случае очень нужна аккуратная терминология. Они не домысливали, а дофантазировали. Когда мы фантазировали, то активно. Это все просто происходило на уровне бессознательного. Это все затягивалось автоматически. То есть это вот проблема единства сознания, что оно всегда достраивается до цельной картинки и никогда нет никаких разрывов. Но и достраивается она всегда здесь и сейчас. То есть если что-то поменялось в прошлом, даже чужие события приписали себе, они будут гладко-гладко встроены, никакого дискомфорта. Вот это вот, наверное, проблема, вот правильная проблема сознания, единство сознания. Наверное, вот такая вот единство, как целостности, выстроенной в которой мы существуем, в которой существует тело. То есть вот это компонарная целостность? Ну это, да, да, ну может быть, ну я в этой темпоральности не примешиваю никак. Это можно сформулировать и без обращения к темпоральности. Ну просто это разные проблемы. Одно дело я соединяю себя. Это свойство системы соединять. Не я, я думаю, что я вот здесь состыкую. Это такая особенность, что она всегда цельная картинка. Не то, что я вижу, прорехаю и залатываю. То есть нам явлено сознание как целостное, как единое. Ну только потому, что это само сознание так работает, оно штопает, оно связывает. Но опять терминология. Сознание это не делает. Вот вопрос, сознание это результат чего-то или это механизм? Вот как можно, как правильнее говорить? Можно ли говорить о структуре сознания? Всегда, когда мы будем говорить о структуре сознания, как только мы произнесем это слово и придумаем какой-нибудь эпитет, мы получим структуру тела. Одного из тел. Почему? Всегда о теле. Будет ли идти либо о физиологии, о психике, о мыслях наших, о чем угодно, но не о сознании. Если связанность мыслей это тоже тело, но в таком смысле любая связанность это тело. То есть мы слишком сильно утверждили. Почему? Но это объект? Мысль это объект? Ну, объект. Объект. Значит она находится вне субъекта? Не обязательно. Не обязательно. Потому что, а вообще говоря, по, скажем, старому схоластическому представлению, объект это то, что дано субъекту. Да. Поэтому вполне может быть, что это нечто дано субъекту. Мысль не дано как субъекту. Как внутренний его субъект. Ну, не в данном случае внешний и внутний, по отношению субъекта, невозможно. Тело мы можем говорить о внешнем и внутреннем, но когда мы говорим о субъекте, мы не можем говорить о внешнем и внутреннем. Нет, а можно почему? Есть только данность. Почему нет? Почему? Вы многие вещи, я представляю себе химию, я же не воспринимаю ее как внешнюю. Я полагаю, что это нечто мое внутреннее представление химией. Почему? Я бы сформулировал так, отличие между внутренним и внешним, речь идет о пространственном теле и непространственном теле. Все, что непространственное, мы воспринимаем как внутреннее мышление, эмоции. Нет, это всего лишь происхождение этого слова внутри и в ней. А по существу, я тоже могу сказать, но вот гемера и идеальная женщина, они одинаково не бывают в природе. Вот как бы наряду со столами и с людьми. Это не пространственная вещь. Сейчас еще меньше чем-то, например. Да, еще меньше. В общем, и то, и то, и то не бывает, и то, и то, и то не бывает. И тем не менее, есть и разница. Я когда мыслю идеальную женщину, для меня это объект в смысле данный, но не исключительно моей внутренней данности, а химию исключительно внутренней данности. Вопрос о внутренности. Это просто данность, не пространство. Почему внутри? Откуда взялось внутри? Внутри это всего лишь обозначение того, насколько... Что это не пространственная вещь. Только один смысл имеет. Только один. А можно вопрос к вопросу? На самом деле само же субъект, объектное различение, оно тоже в своей роде гипотезы. Почему вы думаете, что можно применить простую двоичную структуру ко всему? Ну, не ко всему. Вот, например, сознание. Является ли сознанием субъектом или нет? Ведь можно вопрос задать. Может быть, сознание и есть субъектом? Нет, в зависимости от того, какую терминологию выберем. Да дело не в терминологии. Конечно, в терминологии. Как может быть по существу, если всегда терминология? Дело в том, что субъектное различие слишком простое, чтобы улавливать сложные структуры. Конечно. Двоичная структура ничего не может убавить. То, что мы обсуждаем о сознании, это и есть первичное. Нет, я же имею в виду, что... Это есть простое и первичное. Вы пытаетесь, как бы, учась сознание создать позицию субъекта объектного различения. Оно как бы здесь не работает. Почему? Ну, вот, это просто структура сложнее. Нет никакой структуры. Но есть структура. Это все равно. Какая структура? Это все равно, что пространство мерить отрезками. Понимаете, пространство трехмерное, а вот есть отрезок. Начально. Вот, понимаете, вот я проснулся, я, я субъект, я проснулся. Стоп, 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 я субъект, это уже высказывание. Конечно, как иначе. Потому что это слова только, понимаете? Ну, как иначе, я не могу кроме слов ничего высказать. Вы не можете словно помыслить, вы можете кроме слов что-то? Могу помыслить, как только я начну мыслить, я должен выделить, отделить мысли от того, кто это мыслит. То кто это мыслит, это субъект, что он мыслит, это объект. Почему? Ну, потому что, вот, это первичное развлечение. Здесь нет причины и следствия. Нет, я говорю, причины и следствия. Как только мы хотим помыслить что-нибудь, мы мыслим причины и следствия. То есть мы мыслим. Да, но что бы мы мыслить? Значит, начало и конец. Как только мы хотим мыслить, мы мыслим начало и конец. Кто мыслит начало? Да дело не в этом просто. вы думаете стоп фразу что вообще в принципе везде ищем двоичность и это не потому что так устроена потому что это некая наша структура познавательная такого ну конечно давайте давайте по-другому что третье не что третье просто надо рассматривать феномен это как он является есть сознание кому является кому являетесь когда нет тогда мы было стоп стоп если мы произносит давайте рассуждать субъект который никому это уже не про сознание другая тема я не отказываюсь обсуждать феномены сами по себе сознание и субъект это разные 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 понятия понятия но но разные понятия в нет конечно можно есть логический субъект даже физику там изучает есть наблюдатель в любой теме есть поэтому сознание философские разные только потому что возникает сознание поскольку субъект возникает везде нет поскольку этот проект нигде не возникает кроме сознания везде физики наблюдатель и физики физики наблюдатель такой же субъект который дадут 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 прибор как сознание это что-то другое просто что-то другое что как бы не охватывается простыми делениям субъекта не охватывается просто другое другое конечно не было я же не сказал что у вас на самом деле как будут есть такая тенденция как бы все свои какие-то простые структуры мир называете мышление я не называю это уже не задать что это увидеть например сходство каких-то структур как бы да и сказать что это одно и то самое а теперь думаете что если вы будете везде суло твой субъектат а вот все тоже понятно на самом деле усложняйте проблему проблема состоит о что сознание это отдельная проблема который субъект отношении мегаторичная мы можем обсуждать сознание не обвадя понятие субъекта когда то есть у нас есть некое сознание которое мы можем обсуждать не приписывая его субъекту Да, вот как вы понимаете, можно обсуждать пространство, не приписывая его никакому субъекту. То есть, можно обсуждать пространство, не вводя систему координат, типа? Да, можно обсуждать, конечно, вполне. Причем, разные пространства бывают, разные связности и так далее. И много чего можно обсуждать, никакого субъекта здесь нет. То есть, мы можем говорить в определенности объектов в пространстве, вне системы координат? Конечно. Ну, пространство точно может, да. И всякие, не всякое... Ну, топологические пространства. Да, да, топологические пространства, метрические... Я думаю, что было очень странно. Давайте попробуем. Что мы можем сказать о сознании вне субъекта? Можем сказать, как оно устроено. Давайте говорить, как оно устроено. Она как-то связывает уровни. Какие уровни связывают сознание? Например, если правильно, сознание связывает восприятие и мышление. Как? Что значит связывает? То есть у меня есть отдельное восприятие и отдельное восприятие? Значит, мы можем мыслить то, что воспринимаем. Можем мыслить воспринимаемое, это как бы разные совершенно вещи, совершенно разная деятельность, воспринимать и мыслить. И мы можем мыслить воспринимаемое, то есть мы связываем две деятельности, которые сами по себе... Вот это возможно только благодаря сознанию. Это значит, и то, и другое мне дано в сознании. Подождите. Мне дано? Вот как бы я понимаю, что у вас... Ну кому-то даны. Да не важно, кому даны. Вопрос сам не важен. Кому дано, это не важно. Кому-то может быть дано, может не дано. Это не важно. Вопрос связан. Так вот, связано как? Вот эта связь есть в сознании, или оно связано в сознании? Ну это уже можно обсуждать дальше. Ну давайте. Самое важное, что мышление, как бы, да, и вот Гекарда знаменит, он развел как бы пространственную субстанцию. Я просто объясню, потому что мышление соотносится только с мышлением, а пространственно или воспринимает только с воспринимаемым. Давайте договоримся, что мышление и сознание это разные понятия. Разные понятия, это то, что тоже в сознании есть что-то, все в сознании, в таком широком смысле, которое соединяет эти вещи. Понятно, значит у этого пространства есть структура? У этого пространства есть структура? Да, она как депорационная структура. Так, обождите, если объекты есть в пространстве, в сознании, значит есть некая структура отдельно от объектов? А объектов нет. А, как надо, феномены бы называть? Ну, я не знаю. Ну, давайте феномены называть. Как бы есть структура, лучше говорить, структура связи с самым. С чего структурой? С чего структурой? С структурой из чего состоит? Послушайте, вот что такое? В самом деле, мысль как мысль, она же не положена человеку объективно? Нет, конечно. А причем объективность? Поэтому ныне есть объект. Мы с этим не стыдем. Нет, нет, нет. Вот это же не нужно путать. Объективность и объект – это вообще из разных областей. Объективность… Объект – это все, что я различил, то есть объект. А не обязательно… Сначала будет определение объекта, а потом предлагает нам этим согласиться. Да нет, почему? Это стандартное определение объекта. У вас стандартное. Понимаете? Тогда давайте говорить ваше определение объекта. Я не хочу определять, что такое объект. Хорошо. Давайте структуру. Вот структура. Структура. Структура – это что такое структура? Вот что вам попасть в память сейчас домой, вам не надо… Вы как бы что делаете? Вы просто какое-то место переходите в другое и попадаете в память куда-то там… Что называется… Структура. Что такое структура? Послушайте, я просто сейчас об этом и рассказываю. У вас есть какая-то способность на самом деле переметнуться и переключиться от одного к другому. Я, например, сейчас смотрю, раз могу переключиться на слух, могу переключиться на ощущения. Каждый раз могу переключаться. Вот это переключение есть движение по пространству, по структуре сознания. Стоп, 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 стоп. Вот когда я пересел с кресла на диван, переложил что-то, что-то, это я произвел некие действия с некоторыми… Нечто. Я не знаю, с чем вы там предложили. Нечто. Нечто. С нечто. Давайте, чтобы слово объект не говорить. С нечто я передвинул. То же самое. Вы предложили в голове. Я там передвинул все. То есть, но при этом это была структура этих нечто, но не структура пространства. Смотрите, всякое знание и знание о чем-то. Это понятно, что я знаю о телефоне, о чем-то еще. Но феномен, собственно, знания или собственного мышления, он к этим чтойностям, положенным нам объективно, не сводится. Это не другая проблема. Проблема в том, что есть, скажем, уже голые мысли у тебя в голове. Да? Есть у нас какие-то мысли. Без разницы. Всякое знание… Есть структура мыслей. Да. Всякое знание, есть знание о чем-то. То есть, есть определенность этой мысли, есть мысль как такова. Игорь, структура этих мыслей – это сознание? Структура? Это структура сознания? Это структура мыслей. О чем говорите? Тогда поймите, о чем, какой структуре вы говорите было? Я же уже сказал, что на самом деле… Я простой пример. Вы рассказали о структуре неких явлений. Вы научитесь все-таки слушать, но это уже как бы невозможно. Я сказал о связи, восприятии и мышления. Что на самом деле… Вот у Канта простая проблема. Каким образом мышление на самом деле может мыслить восприятие? Есть восприятие, есть мышление. Хорошо. Каким образом понятия, накладывание и прочее. То есть, это структура мышления и… Причем структура мышления? Структура связи. Причем не структура мышления? Ну, мы же произвели слово «структура». Вы объясните, с чего структура? Структура связи различного рода сущности типа мышления. О, отлично. Значит, вот структура этих сущностей является сознанием. Это и есть структура сознания. Да, вот это и есть структура сознания. То есть точно так же, как структура... Послушайте, как образуется пространство? Берете две точки и образовалось пространство. Достаточно различить что-нибудь, чтобы образовалось пространство. Но это сама структура не является пространством. Почему? Структура и образует пространство. Что такое пространство, по-вашему? Как оно определяется? Определяйте этот способ, каким вы делаете, указываете различные. Все правильно, определяет, но не является им. Почему не является? Ну то, нет, скажем, вещи, расположенные в пространстве, определяют это пространство, можно сказать. Но сами вещи не являются этим пространством. Причем здесь вообще вещи? Причем здесь вещи-то? Дело же не в вещах, есть сознание, на самом деле. Смотрите, то, что мы вообще видим что-то пространственное, это не что иное, как проекция нашего сознания, которым мы обладаем. И вовне. Вы сами говорите, что мы выстраиваем, зачерчиваем, что-то соединяем. Я четко сформулирую проблему. Как можем ли мы говорить о структуре сознания? Можно. Является, то есть является... Как можем ли мы говорить о структуре пространства? О структуре пространства мы не можем говорить. Можно. По определению пространство не имеет структуры. Как так? Вот так. Оно не имеет структуры. Как это? Правда, только верность, это что такое в вашем? Это не структура. Структуру? Структуру можете в карман засунуть и уйти. Я говорю о том, что... Оставьте себе структуру. У вас объекта определяется по-своему. Структура по-своему. Я никак не пью структуру. Руками показываю. Здесь и здесь. Между ними связь. Структуру назовите. Или как угодно. Була, вы понимаете, что это структура ваших рук, но не структура пространства. Это же понятно, что... Это не структура пространства. Я просто не знаю, что сказать по этому поводу. Понимаете, есть некий уровень понимания, на котором уже надо понимать. Вы хотите, чтобы как? Есть некий уровень, на котором требуется отвечать за свои слова. Я же вам объяснил, что есть восприятие. Ну да была. Вы скажите, что такое структура? Есть восприятие. Сознание или структура что такое? Нет, я спросил, есть у структуры сознания? Есть ли у сознания структура? Вы сказали, что да, есть. Сознание. Я сказал, что сознание это пространство некое. Есть, значит, у пространства структура. Да, трехмерность, допустим. Я же объяснял уже. Ну не знаю, насколько я знаю физику, математику, то пространство называется то, чего нет структуры. И все структуры помещаются в пространстве. То есть пространство это пустота? Нет, это не пустота. Ну а что, подожди, пространство, если не пустота, то это что? Это то, в чем определяются структуры. То есть пустота? Ну, то, что... Пространство, пустота это слишком примитивное понимание пространства. Пространство может быть любым, понимаете, тоже то, чего нет. Да нет. Пространство, естественно, всегда структурировано. Структурированное пространство? Да. Да, пространство структурировано. Давайте закрывать на это, Булат. Я первый раз слышу такое структурированное пространство. Ну, понимаете, вы просто мыслите словами. Вопрос ведь я просто уже хотел высказать. Ведь я когда говорю, что сознание как бы пространство, чтобы показать такую аналогию... Нет, 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 я полностью согласен. Оно может показать, чтобы показать, что... Булат, Булат, так вот именно, эта аналогия очень правильная. Сознание это пространство, в котором вот эти связи, структуры... Не в котором. Не в котором, да. Нет. А оно и есть само пространство. Так зачем же нам вводить понятие пространства, если эта структура и есть самим пространством? На том мы всегда говорим, что где, в чем различено. Где и в чем, это то же самое различие, как ваш субъект. Как вы говорите слово объект, у вас обязательно надо выскакивать слово субъект. Когда вы говорите в чем, у вас всегда что-то в чем-то всегда. Это на самом деле языковая игра. Ну как иначе? Иначе можно подумать. Это не играть в языковые игры. объект у вас субъекта на конечно как иначе я же вам объяснил как иначе не объяснили было есть я вам объяснил просто вы не поняли значит я вам не объяснил я не смог донести я хочу сказать что состоялось очень продуктивное обсуждение да и самое время его завершить да